приветствую всех на своем канале сегодня у нас немножко швеции честно сказать я не особо с большим интересом отношусь к прокачиванию наций которые добавили после основных что имеет под основными это понятно дело советский союз там германия америка все вот эти вот добавочные нации типа израиля швеции тебя так и снашусь достаточно прохлада но тем не менее когда есть настроение понемножку все-таки их качаю вот сегодня опять же такой момент настал когда мне захотелось маленько прокатиться заодно докачать кое-что из техники брчик у нас 5 и 0 целка же не сказать что у швеции прям плохая техника нет принципе хорошие экземпляры конечно выглядит маленько не катисто особенно поиска как привыкнешь к машинам нации у которых это все доведено до абсолюта можно сказать никого нибудь хочешь что-то ладно вот да вот это было четко и точно орудие здесь принципе хорошая защищенность понятное дело не очень честно того что у нас башки в принципе достаточно тонкая и картонная еще и открытая сзади но приходится чем-то жертвует поскольку на диска стоит автомат заряжание таким вот образом за этого и башня сзади с открытыми дверками либо скорострельность либо защищенность что-то типа того чтобы понять куда снаряд улетает берет наверное важно Продолжение следует... 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 Ну что ж, поедем на ПТшки. Я даже попал. Че у нас тут? Здесь четвёрка. Ещё какие-то. Ну куда ты едешь? Ты что не видишь? Ни хрена их тут. Ну и последняя наземная техника сетапи это такая вот крупнокалиберная зенитка. Ну от некой зенитки толку мало конечно и в принципе как от противоназемного орудия тоже маловато поскольку опять же впереди углов нет. Пока куда ты там выставишься, прицелишься во первых время. Да и на БР 5.0 её пробитие уже практически не ощущается. Сколько у меня там? 79. Ну может на Берри там, на ЕБР или Берри там 3-3-4-0. Ну вот собственно ничего, абсолютно ничего, даже вот область замана выстрелил. Никакого пробития не произошло. Большая часть точек теперь под вражеским контролем. А вот тут пробитие произошло. А вот тут пробитие произошло. Ну собственно это был КВ-85, тяжелый танк. Так что при попадании именно в узи мы места, мы тяжелые танки вполне себе берем. КВ-85. 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 и в принципе их техника не особо все же рассчитано на такие тяжелые стычки с машинами которые есть у таких наций как сша германия тем более ну вот бр 50 ну попаду я на 60 тот да тоже 55 и 7 те же тигры пантера дешне ну по сути меня против нее шансов практически нет у них ну и можно даже позволить себе пропустите парочку попаданий с моей стороны и как бы есть большая вероятность что они они не пострадают где это 34 срана ты что смелый собственно за что я люблю пикирующие бомбардировщики они очень маневренные некоторые пилоты думают о сейчас я собью этого пикинера как нефиг делать уже нужно только для того чтобы бомбить пикинер берет и просто на воздушном тормозе на закрылках делает такие резкие маневры что ты на истребитель не всегда успеваешь за ним довернуть тем более пока еще есть энергия скорость то первые там 23 разворота делаются очень быстро можно принципе справиться с большинством истребителей да кстати здесь воздушного тормоза нет но в принципе на тех же посадочных закрылков как сами заметили и радость очень прилично в шасси медленно выдвигаются это прям минус в рак захватил большую часть стратегических точек надо поднажать враг побеждает большое спасибо атакуйте точку ц и бомбочка тут конечно такая себе маловасто опасняка он тоже достаточно бодро и быстро едет хотя у гусеницы можно сказать что узкие обычность квартандеры все таки физика в этом плане работает немного более реалистично на особенно немецких машинах присутствует модуль расширяющий гусеницы это действительно дает прирост проходимость в проходимости по снегу а здесь собственно гусеницы не широкий и при этом все равно очень хорошо типа шведы живут и так тоже как и и мы достаточно суровых зимних условиях и они без всяких модулей знают как сделать танк чтобы он ехал по снегу окей окей то есть папа на что это было да чтоб ты умирал напугал меня артиллерия координаты 4 мы на ходу заметил меня не заметил а 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 уже пара тройка фрагов есть уже хороший результат а 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 Вот он где пригрелся, ясненько, опасненько. К сожалению, в Швеции очень мало техники в начале. То есть, понятное дело, что они начали развиваться уже после войны в основном, тем более с образованием всяких блоков НАТО и так далее, когда там пошла уже, так сказать, современность в развитии технологий, необходимости развития военных технологий. А во время Второй мировой то, что имелось, то и имелось, и его как-то было не особо много. Но хотелось бы, чтобы были наполнены БР и 5, и 3, и 5, и 7 также в Швеции, но, к сожалению, у них с этим как-то вообще не густо. От слова совсем. Подождем, может быть, что-то еще появится. Что-то у них, может быть, и было из техники, что можно в эти БР и поставить. Молодец, какой! Продолжение следует... Тысяча метров. Я слышу, что кто-то гудит. Молодец. В одну сторону, в другую сторону. Ну, убей меня, убей что-то. Ага. Ну, собственно, орудие это здесь хорошее. Даже что вот эта ПТ-шка меньшего БР-а маленько. Но вроде, в принципе, то же самое, что и на танке. И оно достаточно хорошее, достаточно эффективное. Ну, конечно, нужно маленько думать, куда стреляешь, но эффективное. Ну, а на этом, наверное, это короткое видео по Швеции я закончу. Чуть-чуть покатались, потом уже будем думать дальше. Прокачан, не прокачивать нам эту Швецию. Ну, а пока что займусь более насущными какими-нибудь нациями. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.